всем привет с вами Юля и сегодня я хочу выполнить один запрос и снять обзор на набор фирмы образа в каменьях данная фирма выпускает наборы которые выполняются как бисером так и различными натуральными камнями в данном случае у меня будет вышиваться икона святой спиридон тремифутский это вот такой большой пакет сейчас мы с вами откроем и посмотрим содержимое этого набора в состав набора входит плотная атласная ткань с нанесенной авторской схемой нефрит зеленая яшма аметист хрустальные бусины винтажные звездочки металлические шарики металлическая тесьма металлический крестик бисер чехия ювелирный бисер тоха тронцал канитель металлизированная нить нить модера спектра игла нить титан и также входит пошаговая инструкция по плетению бусин с фотографиями пакет у нас закрыт запаян сейчас я буду открывать размер вышивки получится 25 на 23 и 3 сантиметра с обратной стороны вот так выглядит упаковка представлена здесь часть инструкции холст и все содержимое ну что будем открывать убирать пакеты и рассматривать содержимое я срезала часть и здесь есть зип-застежка что чтобы все можно было потом опять закрыть так давайте будем все вынимать все что там есть и также инструкцию с вами посмотрим вот такая икона должна получиться тоже немножко бликует вот так постараюсь вам показать спиридон три мифутский и так я убрала все пакеты теперь можно посмотреть картинку получше есть все равно конечно блики потому что глянцевая здесь картинка но тем не менее уже лучше все видно нам представлен здесь непосредственно отшив мы видим как должна выглядеть наша икона спиридон три мифутский это греческий святой он родом из острова керкера там находится церковь и мощи святого нему в основном обращаются те люди у у которых есть материальные сложности особенно за помощью в приобретении недвижимости а также пара у которых нет детей но в основном обращаются за помощью в недвижимости так как когда он был живой он очень много помогал именно людям у которых были проблемы финансовые вот и давайте теперь посмотрим саму схему схема у нас находится на внутренней стороне вот так выглядит этот лист здесь ключ три колонки мы видим что здесь у нас также есть нумерация пакетов то есть три колонки это три пакета которые у нас должны быть давайте посмотрим так вот пакет номер один пакет номер один пакет номер два пакет номер три так очень интересно материалов много я даже не знаю как это все вам показывать боюсь чтобы не перепутать эти все материалы так давайте еще раз посмотрим на схему первый раз рассматриваю вблизи схему от данной фирмы и конечно пока мало вам могу дать информации нужно это все немножечко конечно попробовать получить какой-то опыт ну видно здесь указаны нам места куда пришиваются камни бусины и бисер все пронумеровано все эти элементы есть фотографии вот каких-то отдельных элементов как какие-то камушки оплетаются бисером так как пришиваем бисер также золотое шуте трунцо здесь есть описание различные еще другие рекомендации указан сайт куда можно обратиться и посмотреть какую-то дополнительную информацию и вот с этой стороны с обратной стороны именно обложки также представлены некоторые фотографии как нужно камушки обшивать именно оплетать бисером ну вот на первый взгляд конечно инструкция очень подробная но нужно попробовать потому что если не попробуешь как как узнаешь о каких-то нюансах на первый взгляд все очень подробно очень интересно давайте теперь посмотрим наши пакеты и конечно же основу основа у нас здесь запечатана так есть иголочка но осталось внутри вот она наша ткань ткань на самом деле небольшая по своему размеру давайте померяем 20 23 на 25 у меня получается 25 до 23 даже 22 и 8 но может где начало тянется выровняется это у нас по моему атлас плотная ткань да это атлас плотная ткань рисунок очень четкий все места пришива видны хорошо также есть дублируется схема с левой стороны очень интересно давайте посмотрим здесь есть дополнительная схема здесь уже наверно описан порядок действия тут самое главное я вот смотрю что нужно не перепутать пакеты вот они нумерация пакетов и вот эти столбики нам показывают те материалы которые находятся в этих пакетах ну в принципе здесь у нас та же схема в увеличенном варианте формат а3 а3 формат а3 вот такая большая схема если есть какие-то сложности рассмотреть что как пришивается можно открыть эту схему и нужно тоже ознакомиться ну я думаю даже нет необходимости в этой схеме потому что у нас все также прекрасно представлено и в этой инструкции все детально расписано нужно будет конечно все еще раз хорошо хорошо прочитать вот но я думаю что здесь совсем можно разобраться так я готовлюсь итак ну за схемой на первый взгляд понятно ткань атласная у нас здесь есть давайте посмотрим содержимое это конечно самое интересное материала здесь много будем стараться все это рассматривать начнем с первого пакета он самый большой самый увесистый видите здесь много всего итак я все высыпала уже из пакета номер один вот такая здесь куча в материалов образовалась сейчас будем все это рассматривать первое что хочу показать то что здесь также вложена катушечка не так титан 100 это очень большой плюс когда набор скомплектован полностью и даже если вы первый раз покупаете этот набор вам больше ничего не нужно игла есть нитки есть все материалы у нас в наборе так чего же здесь начать здесь очень много материалов много много пакетиков давайте как-то я буду показывать вам те пакеты где находится больше всего материалов постепенно будем перебирать и будем смотреть что же у нас находится в этом наборе вот самый самый такой плотники пакет это у нас здесь вот такие бусины у них много граней покрашены золотой цвет очень очень блестят может быть конечно через пакет не очень видно отсвечивают может быть нужно немножко открыть и показать вам без пакета блестящие вот посмотрите драгоценности очень блестит все я думаю что это должно пришиваться вот сюда где у нас такие желтенькие здесь значки я думаю там как раз и должен быть вот этот не бисер это у нас бусины такие очень красиво очень красиво конечно здесь такие материалы это просто ой 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 драгоценности дальше дальше у нас вот такой пакет 6 здесь у нас скорее всего натуральные камни я думаю это нефрит нефрит у нас зеленый я решила показывать на руке потому что и камера лучше фокус настраивает и они не укатываются бусинки вот это нефрит видите есть дырочки нефрит у нас камушки все абсолютно разной формы поэтому нужно будет их уже укладывать по усмотрению красивый оттенок нефрит а я люблю этот камень прекрасно открывайся так дальше что у нас здесь есть еще есть еще вот такой пакет номер восемь значок здесь у нас кристаллы это у нас хрустальные бусины хрусталь ой так блестят я не знаю смогу ли я вам передать этот блеск но то это бриллианты вот когда показывают фильмов когда достают бриллианты они прям сверкают вот это тоже бриллианты какая красота надо взять на вооружение эти камушки использовать где-то в каких-то прикладных наверное еще вещах очень красиво очень 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 интересно где же они будут пришиваться по моему на одеяниях прям сверху вот здесь будут пришиваться я смотрю на картинку и пытаюсь глазом уловить где пришиваются какие материалы дальше вот такой большой пакет номер три и в нем еще пакеты давайте откроем все эти пакеты посмотрим что у нас здесь здесь крупные бусины крупные бусины это натуральные камни скорее всего это у нас зеленая яшма такие камушки их отсвечивает как раз моя лампа я не знаю как вам их показать более четко потому что они очень блестят и очень приятно держать в руках ну натуральные камни естественно естественно здесь у нас целых четыре пакета они немножко отличаются по цвету это у нас вот такие два камушка такие красивенькие маленькие пакетики как раз мне потом останутся бисер мой разобрать это светло-зеленые желтиночкой красивые тоже камушки ну природные камни конечно все красивые не бывают некрасивых природа ошибок не делает еще вот такие и вот такие каждый пакетик имеет две нумерации видите 1412 1113 и все они в пакете 11 это о чем нам говорит что это у нас из пакета главного пакета номер один и это у нас колоночка давайте вот так это у нас колоночка номер один пакет номер один и мы видим здесь вот они четыре этих вида камушков соответственно куда их пришивать вот если это такой розовый видим розовый крупный сюда розовый крупный сюда вот что у нас еще еще большой пакет тоже вот с камушками здесь у нас раз два три пакетика давайте все посмотрим раз мы уже делаем обзор извините за шуршание вырезать не буду потому что пакетов много и это все не уберешь вот такие красивые камушки очень красивые темно-зеленые умный пакет не могу его открыть так сейчас ух ты какой цвет красивый бирюзовый 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 везде отражается эта лампа в серединках я не знаю что делать вот такие камушки а в третьем пакете вот такие камушки они все разные розовые с темным вкраплением с зелеными вкраплениями шикарные прям очень-очень интересно уже надо закрыть дверь мои пришлись прогулки надо срочно закрыть дверь продолжаем продолжаем еще один пакет вижу здесь тоже кристаллы 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 бусины зеленого цвета давайте откроем посмотрим какая здесь красота у нас ух ты как блестит посмотрите как блестит очень мне нравятся эти бусины и белые и вот эти зелененькие они ой-ой-ой-ой-ой вот вот всех собрали закрыли дальше еще хрустальные вот посмотрите какие ярко-ярко-зеленые немножко даже салатовые у них много грани поэтому они так блестят приливаются играют на освещении тяжело их поймать в этот маленький пакетик маленький дальше вот такие тоже красивые вот эти бусины у нас зелененькие но у них есть присутствуют и темно-зеленый нет два цвета зеленый присутствует поэтому получается вот такой вот очень интересный эффект замечательно но я не буду прям все-все уже скрывать их очень много давайте я вам покажу маленькие пакетики вот так очень красивые тоже бусины мятный цвет бисер золотой это у нас бусинки поменьше это у нас вот такие бусинки тоже не крупные металлический окрас дальше маленькие бусинки золотые очень много бусинок это по моему у нас уже бисер тоже золотой зелененький бисерок дальше вот такие бусины тоже хрустальные цвет аметиста просто великолепные вот такие бусины темно-зеленые с черным вкраплением тоже хрустальные тоже очень-очень красивые и что еще из мелких пакетов ну давайте я это сыплю уже что мы это посмотрели продолжим из мелких пакетов 3 бусинки они тоже цвет аметист плюс еще какое-то темное вкрапление присутствуют цвет розовый много бусин очень интересные это вот такие бусины крупные серебро дальше бусины темно-темно-зеленые очень-очень эффектные бусины зеленые с бензиновым таким отливом ненавидного я стараюсь показывать не очень много в пакетах и не хочу их все-все открывать и высыпать займет очень много времени вот такие еще бусинки что еще у нас есть пакет номер семь это аметист натуральный камень но их совсем здесь чуть-чуть этих камушков так меняем экспозицию продолжаем бусины вот такие коричневые крупные бусины темно-темно-зелено-розовые какой эффект прокрашен эти я открою потому что цвет здесь сложный пакет бликует и вы их не оцените поэтому нужно все вот так вам показать посмотрите смотрится как бы черные да здесь есть и черный видите как в пакете я их тоже не рассмотрела значит здесь и черные есть грани и розовые есть грани бензиновые у них очень-очень неоднородный прокрас и вот такая красота здесь получается шикарно ой 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 смотрим дальше серенька она будет потом сложить дальше это у нас серебряный серебряный бисер еще хрустальные бусины но они более мелкие вот так на руке показать вам вот так золотой бисер достаточно его много и там зелененькая бисеринка затерялась и еще вот такой очень интересный тоже хрусталь я его тоже хочу открыть посмотрите черный с желтым и золотым прокрасом такие красивые интересные хрустальные бусинки может быть это не прям хрусталь я точно не знаю я читаю что в набор входит и хрустальные бусины но мне кажется они как бы как хрустальные хотя может быть это у нас такой крупный бисер так пакет номер один у нас с вами совершился давайте его сразу сложим чтобы не потерять давайте посмотрим пакет номер два он у нас вот такой вот маленький и здесь у нас наверное различные украшения как здесь всего много очень интересный проект так здесь всего много и в небольшом количестве я вот так партии буду вам раскладывать подносить и буду вам все это показывать видите здесь представлены металлические бусины по одной крестик еще вот такой крестик хрустальные бусинки покрупнее бусинки бисер желтый так идем дальше 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 у нас здесь вот такой бисер тоже в небольшом количестве по чуть-чуть и два элемента такие цветочки золотые я сейчас не могу определиться куда они пришиваются ну разберемся вот такая красота дальше идем здесь у нас в это в этой комплектации бисер бисер бусины но они беленькие и их скорее всего плохо видно по крупней прозрачные такие бусины желтенькие бусины среднего размера крупные еще вот такие темно-желтые среднего размера и крупные бусины желтого цвета так дальше представляете как все это должно сверкать блестеть когда работа будет вышита выполнена все эти бусины и камушки должны сочетаться переливаться и подчеркивать блеском друг друга здесь у нас бусины пришивной элемент один вот он и здесь вот такие вот бусины скорее всего это пластик мне так кажется я открою вот эти бусины пробуем их посмотреть мне кажется это пластик их немного они такие очень симпатичны и потому что стекло на стекло мне это кажется почему-то не могу разобраться определиться меня все-таки мне кажется это стекло это не пластик так это все что у нас находилась всего пакета номер два и посмотрим теперь содержимое пакета номер три то что у нас . я уберу в сторону и потом это все сложу потому что они эти пакетики прям миленькие миленькие нужно аккуратно складывать и теперь пакет номер три что у нас здесь так здесь тоже много всего интересного смотрим вот такая металлическая металлическая нить шнур креник металлическая металлизированная простите металлизированная золотая ниточка креник дальше еще вот такой жгут представляете как это все будет очень интересно эти жгуты эти жгуты у нас скорее всего пойдут вот сюда вокруг нимба где еще может быть факели здесь я думаю это будет канитель жгуты наверное где-то здесь у нас должны быть канитель трунцау дальше есть еще вот такой жгутик давайте откроем посмотрим что же это за материал пакетик открывайся знаете это такая металлизированная металлизированная как же ее описать не проволочка такое плетение металлизированная такой жгутик плетение небольшого размера очень интересно тут разные такие жгуты где он может использоваться этот жгутик так давайте посмотрим на картинку может быть что-то мы здесь поймем так 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 ну я уже нашла где будет пришиваться вот этот интересный жгутик который у нас коротенький но он такой по по ширине он самый самый толстенький это животик пришиваться вот здесь на одеждах у святого вот здесь это скорее всего одежды как бы имитация рукава но это понимаю может быть это факел нет скорее всего это одежды факел у нас вот здесь вот где будут пришиваться вот эти цветочки я сейчас не вижу пытаясь рассмотреть но знаете все таки картинка такая насыщенная здесь много много всего и сложно сложно глазу ухватиться за какие-то такие тонкости детали ну что это конечно все нужно вышивать все нужно пробовать работа очень интересная работа нестандартная это не просто вышивка бисером где зашиваешь сплошными рядами здесь работа с различными материалами и бусины и бисер и плетение идет бисерная обшиваются крупные камни бисером облетаются вот как мы видим уголочках также здесь вот металлизированная нить вышивается вот этот фон ну в общем нужно все это пробовать и я думаю что по ходу я когда буду работать с этой вышивкой буду вам все рассказывать различные подробности лучше смотрю на картинку скорее всего какие-то жгуты также будут использоваться в шапочке вот здесь видите ли шапочка очень объемная пришивается наверное нет 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 это здесь не бисер я думала бисер идет наполнение нет здесь идет именно жгут с 1 1 вида жгут а сверху другого вида жгут вот такой тоненький внутри шапочки идет вот такое темное золото и оплетается шапочка вот таким вот тонким темным жгутом ну что сказать работа очень интересная я надеюсь что я скоро смогу приступить к выполнению этой работы и как по мере того как я буду продвигаться буду отшивать я конечно буду вам рассказывать о моих впечатлениях буду делиться какими-то подробностями конечно я сейчас сделал обзор настолько насколько смогла разобраться во всех этих материалах сейчас нужно читать более подробно схему инструкцию и конечно же пробовать вышивать пробовать все на практике тогда будет все понятно каких-то нюансах какие-то детали и смогу сложить свое впечатление о всех этих материалах что нравится что не нравится ну и конечно же покажу вам готовую работу на этом у меня все желаю хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok